Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты верен и справедлив. Ты за нас. И мы прославляем Тебя за это. И благодарим Тебя. Ты никогда не изменяешься. Изменения теперь зависят от нас. Это нам нужно изменяться. И мы благодарим Тебя и прославляем за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем Крефла Доллара на нашей передаче. Хвала Богу. Спасибо. Крефла, послушай, я уже давно тебя знаю. У тебя очень много дел, ты занятой человек. Но ты выделил время и приехал, чтобы провести время вместе с нами на этой передаче. Мы глубоко благодарны Тебе за это. Это не все. Я знаю, что Бог делает в твоей жизни. Он открывает себя. Но в то же самое время мы видим, как разные люди открывают себя. Знаете, Писание говорит, что в последние времена, когда сатана увидит, что его время коротко, он просто сорвется с цепи. И причина в том, что если сатана не сделает этого сейчас, возможно, он не успеет этого сделать. И все это заставляет его обнаруживать себя. И когда дьявол выходит на дьявной свет, все, ему крышка, ему конец. И у людей есть планы, которые они предпочли бы скрывать, но они хотят успеть все сделать. И их планы вскрываются. Потому что они считают, если мы не сделаем этого сейчас, мы не сделаем этого вообще. И неожиданно вскрывается, кто некоторые политики на самом деле. Неожиданно вскрывается и открывается, кто некоторые бизнесмены на самом деле. Какие у них тайные планы. И все, что было скрыто. Все эти тайные вещи поднимаются на поверхность, становятся явными, открываются. Это очень интересно, когда вы начинаете замечать это. И именно сейчас Бог открывает себя. Какое время? Да. Я знаю, что происходит в тебе и во мне. И до того, как мы пришли сегодня в студию, мы с тобой говорили о послании к Галатам. Давайте откроем его. Возьмите свою Библию и откройте послание к Галатам. Мы рассмотрим пятую главу. Мы обратимся в 16 стих. Вот что мы будем рассматривать. Но давайте начнем раньше, с 13 стиха. К свободе призваны вы, братья. Хвала Богу. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Крефло, сейчас это очень важно. Сейчас мир пребывает в самом большом беспорядке за всю свою историю. Во всем мире правительства не могут справиться со своей работой. Эта вавилонская система разваливается, как часы за один доллар. Она выходит из строя во всех направлениях. И пришло время телу Христову быть телом Христовым. Пришло время проявления сынов Божьих, что на самом деле является благословением Авраама. Мы являемся источником. Мы – точка контакта этого мира с непосредственным источником, самим Иисусом. И настало время. Но, если мы будем угрызать и съедать друг друга... Это не сработало? Нет, это не время для того, чтобы съедать друг друга. Это время, чтобы объединиться, восстать и представлять Иисуса и тот факт, что Его больше, чем достаточно для этого мира. И единственный способ сделать это, вопрос касается изменений, пока мы не поймем, насколько нам важно проверять, что происходит в нашем разуме, и как наш разум был обучен, как он был подготовлен, какие твердыни в нем обрели место, до тех пор не произойдет тех изменений, которых хочет Бог. Если тело Христово и Церковь собираются быть эффективными в эти последние дни, нам придется понять, как ходить в духе, понять, что это значит. Нам нужно понять, что значит ходить по плоти, и нам нужно разобраться с тем, что у нас находится между двумя ушами. Нам придется понять, насколько важно принимать Слово Божье каждый день и обновлять наш разум Словом Божьим. Потому что никакие наши проповеди, никакие наши слова, никакие откровения по-настоящему не принесут изменений, если люди не знают, как изменять или внедрять информацию через обновление их умов. Или они не знают, что изменять. Да, да. Я думал, пока ты говорил это. Разве Слово Божье не говорит «ходить как Бог»? Да. В Слове сказано «ходить как Бог». Слово Божье говорит нам «думать как Бог», думать Его мыслями. Да? Да. Что ж, Крефлы, если вы ходите как Бог, говорите как Бог и думаете как Бог, вы получите Божьи результаты. Это получится само собой, не так ли? Да. Это краткий вывод, и позвольте, я буду читать дальше. Он сказал «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю. Поэтому берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот как это делается. Вот как нужно ходить. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений или давлений плоти. Он не сказал «ну, вам придется что-то сделать с вашей плотью, чтобы вы могли поступать по духу». Нет, нет. Вы принимаете решение веры поступать по духу, и это сделает что-то с плотью. Когда я читал это, у меня возникла такая мысль. Я сказал «А что думает человек? Какие разные точки зрения существуют, когда человек читает это местописание и говорит «Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти?» Думает ли он только о сексуальном давлении, когда вы окружены разными давлениями? И как мне настроить мое понимание, чтобы исполнить это? Я увидел, согласно местописания, которое я нашел в послании к римлянам, в 8 главе, 5 стихе, где сказано, что «живущие по духу помышляют о духовном, а живущие по плоти помышляют о плотском». И так же Иисус сказал… То есть, именно на это настроенных разум? Именно об этом они думают. Иисус сказал так «Плоть не пользует немало». Она ни на что не способна. Но далее Он сказал «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Он говорит «Но хождение по плоти не приносит никакой пользы». Итак, если взять две эти точки зрения и соединить их с тем, что поступать по духу значит поступать по уму, согласованному со Словом Божьим. Потому что именно Слово Божье делает вас духовными. И знаете, важно понимать, что существует разница между религиозными представлениями и настоящей духовностью. Мышление, настроенное со Словом Божьим, если я поступаю по духу, я поступаю по мышлению, согласованному со Словом Божьим. Но если я поступаю по плоти, я поступаю по мышлению, которое противоречит Божьему Слову или выступает против Него. И помышление плотские – суть смерть. И здесь Он говорит «Если вы поступаете по духу», Он говорит «Поступайте по духу, «Поступайте по мышлению, согласованному со Словом Божьим». Если вы будете настраивать свой ум на Слово Божье и поступать таким образом, вы не будете исполнять настойчивых потребностей и давления старого мышления или мышления, которое прислушивается к новостям и прочим. Вы не будете исполнять этих потребностей или вожделений. Что же потребуется для меня, чтобы отдалиться от мышления, которое противоречит Слову Божьему, для того, чтобы согласовать мою жизнь с мышлением, соответствующим Слову Божьему? Мне придется разобраться, что я упустил в обновлении ума. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Совершенно верно. Все начинается отсюда, верно? И это настраивает вас, как вы заводите будильник. Вы заводите будильник, чтобы он поразвенел. Вы настраиваете свой ум, чтобы исполнить то, на что он настроен. Если я настраиваю свой ум на Слово Божье относительно того, как обращаться с женой, он настроен согласно Слову Божьему таким образом, чтобы я действительно исполнил это. Я вижу здесь кое-что, Крифло. Когда Слово Божье работает, и вы настроили свой разум на Него и на Бога, и вы привели в действие определенные вещи, я принял решение быть таким, а не таким. Да. Когда я делаю это? Что-то происходит во мне, и у меня возникают трудности с тем, чтобы вложить это в мои уста. Меня побудило к этому, когда ты сказал, что это как будильник. Будильник звенит, когда он был заведен заранее, чтобы зазвенеть в определенное время. Если я заведу этот будильник во мне, и он зазвенит, тогда я... О, нет, минутку, нет, нет, мне не нужно идти этим путем. Мне нужно знать, что Бог сказал об этом. Мне нужно идти Его путем в этом вопросе. Мне не нужно снова думать об этом. Мне не нужно это в моем разуме. Мой разум не нуждается в этом. Я вкладываю вот это в мой разум. Точно так же с человеком, который спит. Будильник звенит, что это значит? Хватит спать, вставай. То есть вы идете одним путем, но приходит время измениться и пойти другим путем. И для этого потребуется обучение. Одно дело — получить информацию о том факте, что мне нужно обновлять свой ум, и о том, что значит поступать по духу, но знаете, на протяжении этих двух недель мы узнаем, что нужно идти намного глубже. Ведь дело в этом подсознательном мышлении. И я верю, мы сможем показать на этой неделе, именно его называют духом ума, на который нужно влиять. Да, я тоже верю в это. Если на него не произведить влияние, единственный способ повлиять на него — это обучая и прежде всего вырабатывая привычку, чтобы вы могли делать это даже бессознательно. Именно об этом в пятой главе послания к евреям сказано так, что «всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, праведности, потому что он младенец». Да. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены, или, как сказано в ссылке, через упражнения или обучения, обучение, обучение, концентрироваться на этом, обучаться этому, изменяться от одного к другому, именно таким образом, учиться думать так, говорить так, и поступать так, у которых чувства через обучение приучены к развлечению добра и зла. Теперь ваше плоть в согласии с вами. Да. И давление совсем не такое сильное, как было раньше. Но нам нужно начать учить людей в церкви о том, как важно учиться этому. Не просто приходить и слушать проповедь, записывать ее, и не открывать Библию до следующего воскресенья. Мы должны обучаться этому. Крифло, мы с тобой научились этому уже давно. И я понял, именно это я хотел сказать минуту тому назад. И Господь дал мне способ выразить это. Насколько опасно следовать чувствам. Да. Когда вы верите в то, что вы чувствуете, а вы верите только в то, что видите, и то, что слышите, что приходит из этого мира, Бог не может пробиться к вам, потому что Он не пребывает в этом мире чувств. Бог — это дух. Мы поклоняемся Богу в духе и в истине. Но у дьявола есть доступ к нашему внутреннему святилищу, то есть к нашему разуму. Это чрезвычайно опасно, быть водимыми своими чувствами. Именно тогда срабатывает будильник, не так ли? С помощью Божьего Слова мы установили стандарт и приняли решение. Вот как я буду думать. И вот как я буду говорить. Тогда приходит давление, которое вызывает чувства, они пытаются увести вас в сторону, запутать вас. Да. И я не говорю только о грехе. Я говорю о тех вещах, которые говорит и делает мир. Потому что вы чувствуете на себе давление. Пойти на компромисс. Именно для этого нужно обучение. Да. И ваши негативные эмоции начинают уводить вас в сторону от воли Божьей для вашей жизни. Да. Потому что они не согласованы со Словом Божьим. Если вы представляете себе ум как сустав, звено, с одной стороны, и ваш дух с другой стороны, то что может произойти в этом физическом мире? У меня могут быть сильные икры, сильные бедра, но если моё колено слабое, я не смогу воспользоваться преимуществом сильного бедра и сильной икры, потому что колено слабое. Я могу взять что-то ладонью, но для этого потребуется вся моя рука. А если этот сустав слабый, это будет влиять на всё. Точно таким же образом ум, как этот сустав, его нужно обновлять. Его нужно обучать. Потому что все преимущества того, что может выйти из моего духа и проявиться в этом физическом мире через моё тело, будет основано на этом суставе. Если он слабый, если он не обучен, если он не согласован со Словом Божьим, тогда это будет влиять на всё, что я смогу извлечь из моего духа и что будет проявляться в моей жизни. Итак, это звено между вашей плотью с одной стороны и вашим духом с другой. Да. Разум находится посередине. Душа человека, его ум, его воля, его эмоции вот здесь. Да. И к нему присоединён дух человека и то, что его тело может потенциально сделать с его умом, волей и эмоциями. Что ж, приходит враг и говорит, «Вот что я собираюсь сделать. Я попытаюсь вывести тебя из строя при помощи твоих эмоций. Я попытаюсь управлять тобой при помощи эмоций, точно так же, как он это сделал в Эденском саду. Если я смогу отвести твой взгляд от Божьих вещей и перевести его сюда, чтобы ты смотрел на это и размышлял, какой вкус у этого плода, тогда получается, что самый большой грех, который произошёл в тот день в саду, был грехом эмоционального подчинения вместо подсчитания того, что Бог сказал им». И в результате Адам украл то, что принадлежало Богу. Именно так. И всё, с чем мы сейчас имеем дело, произошло в результате этого. Однако Иисус, хотя в Дециманском саду сатана попытался эмоционально атаковать Иисуса так же, как он атаковал Адама, в Библии написано, что он отошёл дальше и продолжал молиться. Он не позволял себе подчиняться эмоциям. «Господь, пронеси эту чашу мимо меня. Но нет, нет, не моя воля, но Твоя да будет. Я буду придерживаться Божьей воли независимо от того, что происходит с моими эмоциями». И мне кажется, сегодня мы живём в таком обществе, где мы слышим различные плотские вещи. Ведь плоть — это просто, когда она не соответствует Слову Божьему. И когда я слышу вещи, не соответствующие Слову, я слышу, как приятные люди на ток-шоу, которые мне нравятся, говорят вещи, не соответствующие Слову. Или даже когда я иду в церковь и слышу, как проповедник за кафедрой говорит то, что не соответствует Слову Божьему. Меня обучают думать в согласии с плотью. Да. И что происходит? У нас впереди чудесная неделя. Но если вас обучают по плоти, слово «смерть» буквально означает отделение от Отца. И также обеспечение Отца. А когда вы отделены от отцовского обеспечения, вы отделены от Отца, и вы сидите, размышляя, почему же это не работает? Библия говорит так, но это не работает. Потому что вы обучены по плоти, вы не поступаете по духу, вы превратились в псевдодуховное существо. И всё можно свести к мышлению, которое в согласии со Словом Божьим против мышления, которое не в согласии с Ним. И так я должен завести свой разум, чтобы он заработал. Это соответствует сказанному. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Почему они кажутся правильными? Потому что он слышал это, он размышлял об этом, мама так считала, и мы это приняли, и это проповедовалось, и так далее, и так далее. Но только потому, что это кажется правильным, выглядит правильным. Оно ещё не становится правильным. Не становится. и вы не можете быть уверены, что это правильно. Это лишь кажется правильным. Но если вы научитесь думать в согласии с этим, и будильник прозвенит и скажет, это неправильно, лучше передумай. Теперь у вас есть то, что работает на вас. Но есть пути, которые кажутся человеку правильными. И я заметил, там, где это написано в Слове Божьем, сказано, что пути кажутся человеку правильными, но конец их, множественное число, путь к смерти. Много дорог направляются, много эмоций, много чувств. Но главный ключ здесь, в истине Божьей. Да. Что кажется правильным, окончится погибелью. Но если вы попадёте на правильный путь, это исправит всё, что нужно исправить. Да. То, что кажется правильным, это обман сатаны, который пытается увести вас от воли Божьей. Повести этой дорогой, что далеко заведёт вас от воли Божьей для вашей жизни. Идите той дорогой, и она кажется правильной, но она уведёт вас. Ты же знаешь, этот проповедник не знает, о чём он говорит. Он говорит о том, чтобы ты приносил десятину, прежде всего... Да. Тебе не с чего приносить десятину? Да, да, да. Да, что с тобой не так? Да. Это не может быть правильно. Ты же знаешь, Бог не будет требовать этого тебя, ты же знаешь. И тут мы переходим к этим «кажется, кажется правильным, чувствую, что это правильно, выглядит правильно». Это ваша религия, не основанная на Слове Божьем, но это ваша религия. То, что кто-то сказал, то, что кто-то подумал, то, что кто-то проповедовал. И я могу сказать вам, что есть что-то особенное в простом, ежедневном чтении Библии. Но люди больше не делают этого. Люди больше не читают Библию. Они обленились, как и всё общество. И они рассчитывают, что другие будут делать то, что они должны делать сами. Они не читают Библию. И они будут говорить, «Ну да, деньги — это корень всего зла». Я думаю, вы только что доказали, что не читаете свою Библию, потому что в ней так не написано. И также это плоть, потому что там этого нет. Это мышление, не сообразованное со Словом Божьим. И обман вводит в заблуждение. Как ты это называешь? Испорченный. Извращенный. В этом нечестивость. Вы немного извращаете Писание, и даже не проверяете, правильно ли то, что вы услышали. Как же вы собираетесь осознать, что вы поступаете по плоти, когда вы даже не знаете, что означает поступать по духу? О, да. Я вижу, у нас будет отличное время. Аминь. Мы с братом Крефла вернёмся через минуту. По среднему человеку может быть до 50 тысяч мыслей каждый день. Эти мысли создают модель мышления, которая, в свою очередь, задаёт программу и влияет на всё в жизни. Итак, на что вы настраиваете свой разум? Обновляйте свой разум Божьим словом. Начните сейчас. Преобразуйте свою жизнь, согласовывайте свой разум с Богом и Его Словом. Измените своё мышление и измените свою жизнь. Судя на передачу «Победностный голос верующих», присоединитесь к Эннету Копланду и его гостю, Крефлу Доллару. Они начинают новую серию передач под названием «Измените своё мышление, измените свою жизнь». Узнайте, как обновление вашего разума открывает дверь для того, чтобы Бог изменял вашу жизнь. А вот и Кеннет Копланд. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к нашему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты верен и справедлив. Ты за нас. И мы прославляем Тебя за это. И благодарим Тебя. Ты никогда не изменяешься. Изменения теперь зависят от нас. Это нам нужно изменяться. И мы благодарим Тебя и прославляем за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем Крефла Доллара на нашей передаче. Хвала Богу. Спасибо. Крефла, послушай, я уже давно тебя знаю. У тебя очень много дел, ты занятой человек. Но ты выделил время и приехал, чтобы провести время вместе с нами на этой передаче. Мы глубоко благодарны Тебе за это. Это не все. Я знаю, что Бог делает в твоей жизни. Он открывает себя. Это счастье. Но в то же самое время мы видим, как разные люди открывают себя. Знаете, Писание говорит, что в последние времена, когда сатана увидит, что его время коротко, он просто сорвется с цепи. И причина в том, что если сатана не сделает этого сейчас, возможно, он не успеет этого сделать. И все это заставляет его обнаруживать себя. И когда дьявол выходит на дневной свет, все. Ему крышка. Ему конец. И у людей есть планы, которые они предпочли бы скрывать. Но они хотят успеть все сделать. И их планы вскрываются. Потому что они считают, если мы не сделаем этого сейчас, мы не сделаем этого вообще. И неожиданно вскрывается, кто некоторые политики на самом деле. Неожиданно вскрывается и открывается, кто некоторые бизнесмены на самом деле. Какие у них тайные планы. И все, что было скрыто, все эти тайные вещи поднимаются на поверхность, становятся явными, открываются. Это очень интересно, когда вы начинаете замечать это. И именно сейчас Бог открывает себя. Какое время? Да. Я знаю, что происходит в тебе и во мне. И до того, как мы пришли сегодня в студию, мы с тобой говорили о послании к Галатам. Давайте откроем его. Возьмите свою Библию и откройте послание к Галатам. Мы рассмотрим пятую главу. мы обратимся в 16 стих. Вот что мы будем рассматривать. Но давайте начнем раньше, с 13 стиха. К свободе призваны вы, братья. Хвала Богу. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, «Но любовью служите друг другу». Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. «Крефло, сейчас это очень важно. Сейчас мир пребывает в самом большом беспорядке за всю свою историю. Во всем мире правительства не могут справиться со своей работой. Эта вавилонская система разваливается, как часы за один доллар. Она выходит из строя во всех направлениях. И пришло время телу Христову быть телом Христовым. Пришло время проявления сынов Божьих, что на самом деле является благословением Авраама. Мы являемся источником. Мы точка контакта этого мира с непосредственным источником самим Иисусом. И настало время. Но если мы будем угрызать и съедать друг друга, это не сработает? Нет, это не время для того, чтобы съедать друг друга. Это время, чтобы объединиться восстать и представлять Иисуса и тот факт, что Его больше, чем достаточно для этого мира. И единственный способ сделать это, вопрос касается изменений, пока мы не поймем, насколько нам важно проверять, что происходит в нашем разуме и как наш разум был обучен, как он был подготовлен, какие твердыни в нем обрели место, до тех пор не произойдет тех изменений, которых хочет Бог. Если тело Христова и Церковь собираются быть эффективными в эти последние дни, нам придется понять, как ходить в духе, понять, что это значит. Нам нужно понять, что значит ходить по плоти, и нам нужно разобраться с тем, что у нас находится между двумя ушами. Нам придется понять, насколько важно принимать Слово Божье каждый день и обновлять наш разум Словом Божьим. Потому что никакие наши проповеди, никакие наши слова, никакие откровения по-настоящему не принесут изменений, если люди не знают, как изменять или внедрять информацию через обновление их умов. Или они не знают, что изменит. Да, да. Я думал, пока ты говорил это. Разве Слово Божье не говорит «ходить, как Бог»? Да. В Слове сказано «ходить, как Бог». Слово Божье говорит нам «думать, как Бог», думать Его мыслями. Да? Да. Что ж, Крефлы, если вы ходите, как Бог, говорите, как Бог, и думаете, как Бог? Да. Вы получите Божьи результаты. Это получится само собой, не так ли? Да. Это краткий вывод, и позвольте, я буду читать дальше. Он сказал, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю, поэтому берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот как это делается, вот как нужно ходить. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений или давлений плоти. Он не сказал, «Ну, вам придется что-то сделать с вашей плотью, чтобы вы могли поступать по духу». Нет, нет. Вы принимаете решение веры поступать по духу, и это сделает что-то с плотью». Когда я читал это, у меня возникла такая мысль. Я сказал, «А что думает человек? Какие разные точки зрения существуют, когда человек читает это местописание и говорит, «Поступайте по духу и не будете исполнять вожделений плоти?» Думает ли он только о сексуальном давлении, когда вы окружены разными давлениями? И как мне настроить мое понимание, чтобы исполнить это?» Я увидел, согласно месту Писания, которое я нашел в послании к римлянам в 8 главе 5 стихе, где сказано, что «живущие по духу помышляют о духовном, а живущие по плоти помышляют о плотском». И также Иисус сказал… То есть именно на это настроенных разумов? Именно об этом они думают. Иисус сказал так, «Плоть не пользует ни мало, она ни на что не способна». Но далее он сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Он говорит, «Но хождение по плоти не приносит никакой пользы». Итак, если взять две эти точки зрения и соединить их с тем, что поступать по духу, значит поступать по уму, согласованному со Словом Божьим. Потому что именно Слово Божье делает вас духовными. И знаете, важно понимать, что существует разница между религиозными представлениями и настоящей духовностью. мышление, настроенное со Словом Божьим. Если я поступаю по духу, я поступаю по мышлению, согласованному со Словом Божьим. Но если я поступаю по плоти, я поступаю по мышлению, которое противоречит Божьему Слову или выступает против Него. И помышления плотские и суть смерть. И здесь он говорит, если вы поступаете по духу, он говорит, поступайте по духу, поступайте по мышлению, согласованному со Словом Божьим. Если вы будете настраивать свой ум на Слово Божье и поступать таким образом, вы не будете исполнять настойчивых потребностей и давления старого мышления или мышления, которое прислушивается к новостям и прочим. Вы не будете исполнять этих потребностей или вожделений. Что же потребуется для меня, чтобы отдалиться от мышления, которое противоречит Слову Божьему, для того, чтобы согласовать мою жизнь с мышлением, соответствующим Слову Божьему? Мне придется разобраться, что я упустил в обновлении ума. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Совершенно верно. Все начинается отсюда, верно? И это настраивает вас, как вы заводите будильник. Вы заводите будильник, чтобы он поразвенел. Вы настраиваете свой ум, чтобы исполнить то, на что он настроен. Если я настраиваю свой ум на Слово Божье относительно того, как обращаться с женой, он настроен согласно Слову Божьему таким образом, чтобы я действительно исполнил это. Я вижу здесь кое-что Крифло. Когда Слово Божье работает, и вы настроили свой разум на него, и на Бога, и вы привели в действие определенные вещи, я принял решение быть таким, а не таким. Да. Когда я делаю это, что-то происходит во мне, и у меня возникают трудности с тем, чтобы вложить это в мои уста. Меня побудило к этому, когда ты сказал, что это как будильник. Будильник звенит, когда он был заведен заранее, чтобы зазвенеть в определенное время. Да. если я заведу этот будильник во мне, и он зазвенит, тогда я «О, нет, минутку, нет, нет, мне не нужно идти этим путем, мне нужно знать, что Бог сказал об этом, мне нужно идти Его путем в этом вопросе, мне не нужно снова думать об этом, мне не нужно это в моем разуме, мой разум не нуждается в этом, я вкладываю вот это в мой разум». Точно так же с человеком, который спит, будильник звенит, что это значит, хватит спать, вставай, то есть вы идете одним путем, но приходит время измениться и пойти другим путем, и для этого потребуется обучение, одно дело получить информацию о том факте, что мне нужно обновлять свой ум, и о том, что значит поступать по духу, но знаете, на протяжении этих двух недель мы узнаем, что нужно идти намного глубже, ведь дело в этом подсознательном мышлении, и я верю, мы сможем показать на этой неделе, именно его называют духом ума, на который нужно влиять. Да, я тоже верю в это. Если на него не произведить влияние, единственный способ повлиять на него, это обучая и прежде всего вырабатывая привычку, чтобы вы могли делать это даже бессознательно. Именно об этом в пятой главе послания к евреям сказано так, что всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, праведности, потому что он младенец. Да. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены, или, как сказано в ссылке, через упражнение или обучение, 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 концентрироваться на этом, обучаться этому, изменяться от одного к другому, именно таким образом, учиться думать так, говорить так и поступать так, у которых чувства через обучение приучены к развлечению добра и зла. Теперь ваше плоть в согласии с вами, и давление совсем не такое сильное, как было раньше. Но нам нужно начать учить людей в церкви о том, как важно учиться этому. Не просто приходить и слушать проповедь, записывать ее и не открывать Библию до следующего воскресения. Мы должны обучаться этому. Крифла, мы с тобой научились этому уже давно. И я понял, именно это я хотел сказать минуту тому назад. И Господь дал мне способ выразить это. Насколько опасно следовать чувствам. Да. Когда вы верите в то, что вы чувствуете, а вы верите только в то, что видите, и то, что слышите, что приходит из этого мира, Бог не может пробиться к вам, потому что Он не пребывает в этом мире чувств. Бог — это Дух. Мы поклоняемся Богу в Духе и в Истине. Но у дьявола есть доступ к нашему внутреннему святилищу, то есть к нашему разуму. Это чрезвычайно опасно, быть водимыми своими чувствами. Именно тогда срабатывает будильник, не так ли? С помощью Божьего Слова мы установили стандарт и приняли решение «Вот как я буду думать и вот как я буду говорить». Тогда приходит давление, которое вызывает чувства, они пытаются увести вас в сторону, запутать вас. Да. И я не говорю только о грехе. Я говорю о тех вещах, которые говорит и делает мир, потому что вы чувствуете на себе давление. Пойти на компромисс. именно для этого нужно обучение. Да. И ваши негативные эмоции начинают уводить вас в сторону от воли Божьей для вашей жизни, потому что они не согласованы со Словом Божьим. Если вы представляете себе ум как сустав, звено с одной стороны, и ваш дух с другой стороны, то что может произойти в этом физическом мире? У меня могут быть сильные икры, сильные бедра, но если моё колено слабое, я не смогу воспользоваться преимуществом сильного бедра и сильной икры, потому что колено слабое. Я могу взять что-то ладонью, но для этого потребуется вся моя рука, а если этот сустав слабый, это будет влиять на всё. Точно таким же образом ум, как этот сустав, его нужно обновлять, его нужно обучать, потому что все преимущества того, что может выйти из моего духа и проявиться в этом физическом мире через моё тело, будет основано на этом суставе. Если он слабый, если он не обучен, если он не согласован со Словом Божьим, тогда это будет влиять на всё, что я смогу извлечь из моего духа, и что будет проявляться в моей жизни. Итак, это звено между вашей плотью с одной стороны и вашим духом с другой. Разум находится посередине. Душа человека, его ум, его воля, его эмоции вот здесь. Да. И к нему присоединён дух человека и то, что его тело может потенциально сделать с его умом, волей и эмоциями. Что ж, приходит враг и говорит, вот что я собираюсь сделать, я попытаюсь вывести тебя из строя при помощи твоих эмоций. Я попытаюсь управлять тобой при помощи эмоций. Точно так же, как он это сделал в Эдамском саду. Если я смогу отвести твой взгляд от Божьих вещей и перевести его сюда, чтобы ты смотрел на это и размышлял, какой вкус у этого плода, тогда получается, что самый большой грех, который произошёл в тот день в саду, был грехом эмоционального подчинения, вместо почитания того, что Бог сказал им. И в результате Адам украл то, что принадлежало Богу. Именно так. И всё, с чем мы сейчас имеем дело, произошло в результате этого. Однако Иисус, хотя в Дециманском саду сатана попытался эмоционально атаковать Иисуса так же, как он атаковал Адама, в Библии написано, что он отошёл дальше и продолжал молиться. Он не позволял себе подчиняться эмоциям. «Господь, пронеси эту чашу мимо меня, но нет, нет, не моя воля, но Твоя да будет. Я буду придерживаться Божьей воли независимо от того, что происходит с моими эмоциями». И мне кажется, сегодня мы живём в таком обществе, где мы слышим различные плотские вещи. Ведь плоть — это просто когда она не соответствует Слову Божьему. И когда я слышу вещи, не соответствующие Слову, я слышу, как приятные люди на ток-шоу, которые мне нравятся, говорят вещи, не соответствующие Слову. Или даже когда я иду в церковь и слышу, как проповедник за кафедрой говорит то, что не соответствует Слову Божьему. Меня обучают думать в согласии с плотью. И что происходит? У нас впереди чудесная неделя. Но если вас обучают по плоти, слово «смерть» буквально означает «отделение от Отца». И также «обеспечение отца». А когда вы отделены от отцовского обеспечения, вы отделены от Отца, и вы сидите, размышляя, почему же это не работает? Библия говорит так, но это не работает, потому что вы обучены по плоти, вы не поступаете по духу, вы превратились в псевдо-духовное существо. И всё можно свести к мышлению, которое в согласии со Словом Божьим, против мышления, которое не в согласии с Ним. Итак, я должен завести свой разум, чтобы он заработал. Это соответствует сказанному. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Почему они кажутся правильными? Потому что он слышал это, он размышлял об этом, мама так считала, и мы это приняли, и это проповедовалось, и так далее, и так далее. Но только потому, что это кажется правильным, выглядит правильным. Оно ещё не становится правильным. Не становится. И вы не можете быть уверены, что это правильно. Это лишь кажется правильным. Но если вы научитесь думать в согласии с этим, и будильник прозвенит и скажет, это неправильно, лучше передумай, теперь у вас есть то, что работает на вас. Но есть пути, которые кажутся человеку правильными. И я заметил, там, где это написано в Слове Божьем, сказано, что пути кажутся человеку правильными, но конец их, множественное число, путь к смерти. Много дорог направляются, много эмоций, много чувств. Но главный ключ здесь, в истине Божьей, что кажется правильным, окончится погибелью. Но если вы попадете на правильный путь, это исправит все, что нужно исправить. Да. То, что кажется правильным, это обман сатаны, который пытается увести вас от воли Божьей. Повести этой дорогой, что далеко заведет вас от воли Божьей для вашей жизни. Идите той дорогой, и она кажется правильной, но она уведет вас. Ты же знаешь, этот проповедник не знает, о чем он говорит. Он говорит о том, чтобы ты приносил десятину, прежде всего, тебе не с чего приносить десятину. Да, что с тобой не так? Это не может быть правильно. Ты же знаешь, Бог не будет требовать этого тебя, ты же знаешь. И тут мы переходим к этим «кажется, кажется правильным, чувствую, что это правильно, выглядит правильно». Это ваша религия, не основанная на Слове Божьем, но это ваша религия. То, что кто-то сказал, то, что кто-то подумал, то, что кто-то проповедовал. И я могу сказать вам, есть что-то особенное в простом, ежедневном чтении Библии. Но люди больше не делают этого. Люди больше не читают Библию. Они обленились, как и все общество. И они рассчитывают, что другие будут делать то, что они должны делать сами. Они не читают Библию. И они будут говорить, «Ну да, деньги — это корень всего зла». Я думаю, вы только что доказали, что не читаете свою Библию, потому что в ней так не написано. И также это плоть, потому что там этого нет. Это мышление, не сообразованное со Словом Божьим. И обман вводит в заблуждение. Как ты это называешь? Испорченный. Извращенный. В этом нечестивость. Вы немного извращаете Писание и даже не проверяете, правильно ли то, что вы услышали. Как же вы собираетесь осознать, что вы поступаете по плоти, когда вы даже не знаете, что означает поступать по духу? О да. Я вижу, у нас будет отличное время. Аминь. Мы с братом Крефла вернемся через минуту. Если мы хотим понимать, как возрастать в Божьих вещах и как обрести все обетования Божьи, это не произойдет без обновления разума. Но вы никогда не познаете совершенную волю Божью для вашей жизни, не начав этот жизненный процесс обновления вашего ума. У среднего человека может быть до 50 тысяч мыслей каждый день. Эти мысли создают модель мышления, которая в свою очередь задает программу и влияет на все в жизни. Итак, на что вы настраиваете свой разум? Обновляйте свой разум Божьим словом. Начните сейчас. Преобразуйте свою жизнь, согласовывая свой разум с Богом и Его Словом. Измените свое мышление и измените свою жизнь. Хотите знать больше о Божьих вещах? Тогда не пропустите сегодняшнюю передачу «Победностный голос верующих». Присоединяйтесь к Кенту Копланду и его гостю, Крэффла Доллару. Они откроют нам три шага к обновлению вашего ума и большему познанию Бога. А вот и Кеннет Копланду. Слава Богу! Иисус жив, Он Господь, и у Него все хорошо. Слава Богу! Аминь! Я хочу сказать вам кое-что. Мы никогда не застегали Иисуса врасплох, когда молились за наши финансы. Он не говорил, «О, Боже мой, Отец, что же мы будем с этим делать? Я об этом даже не думал». Нет, нет. Представляете, дьявол делает что-то. Иисус говорит, «Боже мой, посмотри-ка, что вы делали, вы дьявол, что же мы будем делать?» Нет, знаете, что сказало слово? Там говорится, что он восседает на небесах и смеется над ним. Ха-ха-ха. Что творит дьявол? Ха-ха-ха. Он сидит там и смеется над ним. Я решил, что буду поступать так же. Просто смеяться над дьяволом и в то же самое время прославлять Бога, погружаться в Слово Божие и говорить, «А что ты думаешь об этом, мистер дьявол?» Если бы он не был таким глупцом, он мог бы сейчас наслаждаться жизнью. Но сейчас у него нет ни радости, ничего. И никогда не будет радости. И его к концу не позавидуешь. Бог возьмет и просто отправит его, просто запустит его. Озеро огненное для дьявола, и Бог запустит его туда, бросит его туда и оставит его там вариться навечно. Послушайте, смеетесь над ним, говорите ему, что вы знаете это из Слова Божьего, и наблюдайте за тем, как он убежит и спрячется. Да. Потому что он исполнен гордости и страха. Он не хочет думать об этом. И если вы будете говорить ему об этом, он убежит от вас. Не знаю, почему я завел этот разговор, но я очень рад по поводу того, что Бог делает сейчас, скрипло. И разные вещи в мире открываются, все выявляется, все открывается, все проявляется, вещи становятся такими, какими они есть на самом деле. И погибель нечестивых близка, а мы сидим на высотах. Я рад, что я на стороне Господа. Это хорошо. О, Господь. Аминь. Хвала Богу. Кто-то сказал, я просто не понимаю, как вы можете содержать все это? Вы внесли только один платеж, да, и это большой, серьезный, большой платеж. И больше никаких платежей. Слава Богу. О, да. И от этого чувствуешь себя хорошо, верно? Слава Богу. Давайте вернемся к нашей теме, но сначала помолимся. Отец, мы просто воздаем тебе хвалу. Спасибо тебе, Господь. И благодарение за эту передачу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. За то, что ты прислал к нам брата Крефла. Мы принимаем дар помазания, который ты вложил в него. И возложил на него. И мы благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь. Где мы остановились, Крефла? 12 глава послания к римлянам. Давайте вернемся туда. Кстати, найди это место и прочитай его, и поведи нас к нему. Хорошо. Первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». «Милосердием Божьим, не законом». Да. Я никогда... И это... Что-то высвободило во мне. Нет. Мы не рабы закона. Милосердием Божьим. Да. Да. Милосердием, благодатью и благостью. Просто потому, что Он любит нас. Понимаете? Иисус сказал, «Я не пришел отменить закон». Он сказал, «Я пришел исполнить его с любовью. И вот, что Я готовлюсь делать. Делайте то, что вы делаете, основываясь на любви». «Приносите десятину любви». Давайте, основываясь на любви, молитесь, основываясь на любви. Не делайте этого потому, что вам кажется, что вы должны исполнить закон. Как ты недавно сказал, «Увидьте Бога как слугу, предлагающего вам возможности». Это Он сказал. «Я слуга всем». И что делает слуга? Он служит вам. Да. Меня привело к этому, написанное в 11 главе Евангелия от Марка, где Он сказал, «Имейте веру Божью». Этим Он не имел в виду, «Вам лучше иметь веру в Бога». Нет, Он говорил, «Имейте веру Божью». Он служит нам. Он подает веру. И это изменило всю мою точку зрения на веру. Почему Он говорит это? Только по одной причине, потому что Он любит меня, и Он хочет видеть, как Я побеждаю. И мы не можем отрицать этого. И даже наше мышление относительно любви Божьей должно измениться. Оно должно измениться. Нам нужно обновить наш ум относительно любви Божьей. Безусловно, любви Божьей. И нам нужно обновить наш ум в том плане, что Любовь не есть у Бога. Он есть Любовь. Он есть Любовь. И когда мы это делаем, вот почему для нас так важно начать работать с этим звеном. Я имею в виду ум, арену веры, и согласовывать его с Божьим Словом. Он говорит, «Не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь». Это слово значит «изменяться». Изменяйтесь. Я знаю, некоторые из вас, возможно, думают, «Ну да, в моей жизни есть некоторые сферы, которые я хочу изменить». Здесь он говорит вам, как это сделать, обновляйте свой ум. Изменяйтесь обновлением своего ума, чтобы вам познать, что есть совершенная воля Божия для вашей жизни. Не будет никакого христианского прогресса, если успех без обновления ума. Совершенно верно. Его не произойдёт. Если мы хотим понять, как возрастать в Божьих вещах и как обрести все обетования Божьи, этого не произойдёт без обновления ума. Но вы никогда не познаете совершенной воли Божьей для своей жизни, если не начнёте этот жизненный процесс обновления своего ума. Кто-то скажет, «Вот я обновлял свой ум в прошлом году, но остановился». Скорее всего, вы вернулись к тому состоянию, в котором пребывали до того, как начали обновлять свой ум. Да, потому что невозможно удержаться от сползания назад, если вы не продолжаете это делать. И сегодня я хочу рассмотреть 15 главу Евангелия от Луки, которая рассказывается о блудном сыне, потому что там произошли сильные вещи. И изменитесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Знаешь, я думаю о том, что Бог сказал через Иеремию. Обращаясь к Израилю, Он сказал, «Я знаю планы, которые я имею для вас, и они благие, мои планы благие, моя совершенная воля, совершенное благо для вас». Если вы начнёте думать таким образом, вы сможете войти в неё, но если вы позволите кому-то убедить вас в обратном, вы никогда не получите её. Но вам нужно начать с того, чтобы читать Слово. Вам нужно поменять свои мысли на Божьи мысли, свои идеи на Божьи идеи. Вам придётся принять решение и настроить свой ум, и хранить его настроенным. Настройте свой ум. Это ваше обучение. Настройте его. Храните его настроенным. Как я настраиваю его. Каждый день я читаю Слово Божье, и я храню свой ум настроенным. Евангелие от Луки, 15 глава, начнём с 11 стиха. Это идеальная картина того, о чём мы здесь говорим. В 11 стихе сказано, ещё сказал, «У некоторого человека было два сына». Был человек, у которого было два сына. Да, был человек, у которого было два сына. «И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону. И там расточил имение своё, живя распутно. То есть он начал вести беспечную, распущенную жизнь. Он освободился от власти отца и разгулялся. Да, он совсем разошёлся. Совсем разошёлся. Потерял контроль, да. И тогда он сказал, 14 стих, «Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошёл, пристал к миру. Пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своё рожками. То есть он был бы благодарен за них, которые ели свиньи, но никто ему не давал их». 17 стих. «Пришедший в себя, сказал, «Сколько наёмников у отца моего избыточествует хлеба, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наёмников твоих». Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откромленного телёнка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мёртв». В этих прочитанных строках ни разу не сказано, что его сын перестал дышать, прекратил дышать. Но он сказал, «Этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся». И начали веселиться. Если посмотреть на это, что обратило его, что вернуло его от свиней к его отцу и к обеспечению его отца? У него появилась новая мысль. И он пришёл в себя. Пришёл в себя. У него появилось новое мышление. Это была новая мысль, и она изменила его. Он вернулся. Он сказал, «Я перестану думать так, и я буду думать новой мыслью. У моего отца есть слуги». И так далее. И он вернулся к отцу, и вот что говорит Писание. Когда он вернулся к своему отцу, отец сказал, «Этот сын мой был мёртв». Что произошло? Он был отделён от своего отца. Неправильное мышление отделило его от его отца. Но правильное мышление вернуло его назад к отцу и к обеспечению его отца. А теперь давайте рассмотрим, как он вернулся к отцу. Он не пришёл к нему с кучей оправданий за то, что он сделал. Видите ли, человек, который оправдывается, приведёт кучу доводов, почему он сделал то, что сделал. И таким образом он готовится сделать это снова. Но человек, который покаялся, он говорит, «Я готов измениться». «Я готов измениться». И он не обвинял в этом кого-то, да? Он не обвинял в этом других. Он принял полную ответственность за то, что произошло. У него появилась новая мысль. Он вернулся и к отцу, и к его обеспечению. Но что заставило его сделать это? Что-то произошло вот здесь. Что-то произошло в этом звене. И тогда он смог получить обеспечение, о котором отец всё это время хотел одарить его. И знаете, я думаю, в воскресенье много людей входят в церковь, как духовные зомби. Они отделены от обеспечения отца из-за своего способа мышления. И пока они не изменят свой образ мысли в соответствии со Словом Божьим, они будут духовно отделены от обеспечения отца. И отец говорит, «Я хочу, чтобы вы имели это обеспечение, но нужно, чтобы вы думали по-другому». Думайте по-другому. Помните, когда Иисус сказал, кажется, это в Матфея 4,17, «Покайтесь, ибо Царство Божье близко». Иначе говорят, «Думайте по-другому, потому что Царство близко». Для того, чтобы овладеть тем, что Царство приготовило для вас, вам нужно думать по-другому. И Он использует слово «покаяться». Большинство людей используют это слово «покаяться», когда они приходят к Богу и говорят, «Прости меня». И они просят прощения. Но вы не покаялись, пока не изменили свое мышление о чем-то. Не развернулись. Вы развернулись. Как сказано в книге пророка Исаия, «Да оставить нечестивый мысли свои». Оставить пути свои. Развернитесь. Повернитесь к ним спиной и скажите, «Я никогда не знал вас». Да. Да оставить свои пути, свой образ мышления, свой образ поведения. Да. В книге из Зикииля. Но сначала я закончу здесь. Далее Он сказал, «Я согрешил против неба и перед тобою». И посмотрите на Отца. Смотрите. Он пришел к Отцу. Не Отец пришел к Нему. Он пришел к Отцу. И благодаря своему отношению, благодаря его новому образу мышления, «Этот Сын Мой ожил». Он ожил. Он ожил почему? Благодаря этому новому образу мышления. Он ожил, потому что Он пришел к тому, что изменил свое мышление. И вы помните, в церкви мы говорили о человеке, который пришел к алтарю. У него были проблемы с выпивкой, проблемы с курением. И вокруг него собралась толпа. Они помазали его елеем, молились, связывали и развязывали всяких духов. Этот человек ушел. И не прошло и пяти часов, как он вернулся на свои пути снова и начал думать, «Наверное, я ужасный человек. За меня помолился проповедник, дьяконы возлагали на меня руки, меня помазали елеем, и вот я снова вернулся к старому. У меня в руке бутылка, и я все еще курю». Когда по существу дело не в этом. Послушайте, мы верим и связывание, и развязывание. Мы верим в это. Но некоторым людям нужно просто обновить свой ум. Им нужно прийти к тому, чтобы они могли найти новый образ мышления о чем-то. Если он будет пребывать под влиянием Слова Божьего и позволит этому Слову обновить свой ум, это начнет влиять на его плоть. И тогда будет действовать связывание и развязывание. Да. Там пришла сила, но он не был соединен с ней. Поэтому она все еще неэффективна. Но она все еще присутствует. И когда он начал изменять свой образ мышления, тогда начало действовать то, что произошло в духе. И тогда вы получаете результаты. И так во всем. Сначала нам нужно обновить свой ум, чтобы начали действовать духовные вещи. Потому что... Совершенно верно. Иначе они не могут действовать. Могут даже проявиться дары духа. И вы можете получить проявление этого освобождения. Но если вы не обновите свой ум, это уведет вас от вашего исцеления, уведет вас в сторону, и тогда кто-то придет и скажет, «Ну, видите, вот, на самом деле, он ничего не получил». Да нет же, получил. Но сам убедил себя в обратном. Я покажу вам кое-что на эту тему здесь. 15 главе Евангелия от Луки. «И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Он дал имение обоим своим сыновьям. Обратите внимание, этот парень не просто взял свои деньги и вышел вон. Посмотрите. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Да, немногих. Когда он получил доступ к богатству, дьявол начал работать над его умом. И он ушел из дома. Я не считаю, что этот парень забрал все свое добро от отца только лишь для того, чтобы его промотать. Его подвели к этому. Он прекратил слушать своего отца. Он прекратил слушать отца. И спустил весь свой источник обеспечения. И в 17 главе книги пророка Иеремии говорится о вереске в пустыне, об этом маленьком засохшем оставленном растении в пустыне. Засуха высушила его и остановила его рост. Это тот человек, который отдалился от Господа и полагается на людей, на плоть. Вот что сделал этот юноша. Это привело его в эту пустыню, где он не представлял никакого труда для дьявола и для этой распутной жизни. Он просто принимал все, что попадалось на его пути. Но что-то произошло с его разумом за эти несколько дней, пока он все еще был дома. Он начал презирать своего отца. Он начал презирать его учения и его воспитание. Давайте вспомним, что же прежде всего произошло, когда он покаялся, когда он пришел в себя. Неожиданно он понял, «Все это время мой отец знал, о чем он говорил». Ты говоришь... Какой же я был дурак! Да. Ты сейчас затронул вопрос почитания. Правильно? Ты его затронул, да. Ты затронул вопрос почитания и чести. И это состояние современного общества. Они прекратили слушать своих отцов. Да. А те, у которых нет отцов, те, у которых они есть, они прекратили слушать своих отцов. И теперь они... Ты заметил? И я знаю, что ты заметил. Признак такого отношения. То, что... Это всегда чья-то вина. Адам обвинил Бога и свою жену. Именно с этого он начал. Я не хочу ничего сказать, я только лишь утверждаю, что нигде в книге бытия не записано, я не вижу, что Адам взял ответственность за свой поступок в тот день. Взял ответственность на себя. Этого не видно. Возможно, все было бы совершенно по-другому. Если бы он сказал, Боже мой, я мужчина, я все испортил. Моя дорогая жена, я оставил ее одну с этим противным дьяволом. Мне нужно было что-то сделать. Но я не сделал этого. И вместо того, чтобы убегать от Бога и прятаться, услышав голос Божий, что было бы, если бы он прибежал к нему и сказал, «О, мой дорогой отец». Крефла, я не знаю, поскольку он этого не сделал. Мы не можем предполагать, что было бы дальше, но я знаю Бога. И я знаю, насколько он полон милости и благодати. Итак, возвращаюсь. Один из признаков, то, что это чья-то вина. Если я белый, тогда виноват черный. Если я черный, то виноват белый. Если я красный, то виноваты и черные и белые. Всегда кто-то виноват, кроме меня. В том, что у меня нет того, что должно быть. Посмотри-ка, это вина этого богача. У него все деньги, а у меня их нет. В этом нет справедливости. Нам нужна социальная справедливость. И как только вы услышите эту фразу, вы увидите, что Бог не имеет с этим ничего общего. Нам нужно исправиться. С другой стороны, когда человек приходит в себя, первое, что он сделает, это то, что сделал тот юноша. Блудный сын. О, Господь, это моя вина. И он мужественно собирается, встает перед Богом и говорит, я исповедую свой грех. Я совершил его. Это не моя жена. Не имеет значения, что делали другие люди. Это моя вина. И вот он. Он выходит на свободу. Это очень сильно. На свободу. И ни один демон из ада не может удержать вот этого. Если вы не будете судить эти мысли, особенно, что касается оправданий, если вы не будете судить мысли, помните, человек, который сидел возле воды и жаловался, у меня нет никого, кто бы спустил меня в воду. Ведь ты же можешь подползти к воде, скатиться в воду. Сделать что-то, вместо того, чтобы лежать и плакать. Да. Вы не готовы изменяться, пока вы не готовы принять ответственность. И пока вы продолжаете оправдываться, вы просто показываете, что не готовы изменяться. Да. И мы видим это постоянно. Оправдания — это гвозди, которые используют, чтобы строить дома неудач. И вы будете терпеть неудачи снова и снова, пока не освободитесь от всех своих оправданий. У вас должно быть желание изменяться. Вы должны захотеть этого. Вы должны прекратить оправдываться и быть готовыми делать это сейчас. Вы не можете сказать, «Ну, мы сделаем это позже, когда-то в будущем». Вы должны быть готовы сделать это сейчас. И вот что мне так нравится в этом парне. Он пришёл и сказал, «Я согрешил против неба и перед тобой, Отец». И он принял ответственность, потому что ему нужно было изменяться. Ему пришлось осудить эту мысль. Если мы будем судить то, как мы думаем об определённых вещах, тогда Бог начнёт открывать нас пониманию того, как исполнить работу. Но если мы не судим наше мышление, вот что мне нужно сделать. Вот что я сужу каждый день. Вот что я сужу. Я прихожу домой и сужу вот это. Как я думаю об этом? Ваши эмоции? Забудьте о своих эмоциях. Как вы думаете об этом? Потому что вы присоединяетесь к Отцу и Его обеспечению. Или пребываете под покровом обмана. И это зависит от того, как вы судите свою мысль в согласии со Словом Божьим или не в согласии со Словом Божьим. Итак, духовная смерть, помышления плотские равняются смерть. Но помышление духовное равняется жизнь и мир. И мир. И это главное, главное. Этот мир Божий. Жизнь Божия и мир Божий. Потому что у того другого парня, у другого сына, не только была смерть, о, он мучился, он был несчастлив. И мне все равно, что он получит свои руки. Он будет еще больше несчастлив. Но есть жизнь и мир Божий, который приходит с этим. Наше время подошло к концу. Мы с братом Крефла вернемся через минуту. Относительно обновления ума. Это постоянно поднимается в мое мышление. Человек — это дух. У него есть душа, которая состоит из его воли, разума и его эмоций. И он живет в физическом теле. То есть, душа человека в духе. Душа человека в духе. Ваши эмоции не в вашем мозге. Душа человека в духе. Когда умер Лазарь и богач, помните эту притчу? Лазарь попал на лона Авраамова, а богач попал в ад. И он там был более эмоционален, чем когда-либо. То есть, мы видим, что у него остались его эмоции. И Авраам сказал, «Сын, помнишь? Но ведь там даже не было его мозга. Его физический мозг и его физическое тело были мертвы. Они где-то в гробу. Но вот человек, дух человека. Его душа осталась с ним. Но его душа теперь мучится. И он никак не может изменить это. Ему стоило изменить это, пока у него был контроль над ней. Но теперь он потерял свою душу. Хорошо. Единственный способ отличить дух и душу это при помощи Слова Божьего. Исследуйте Слово Божье. Узнавайте, как работают дух и душа. Но они сокрыты вот здесь. Когда духовный человек рождается свыше, душу нужно обновлять, перевоспитывать, переучивать и, в свою очередь, переучивать и перевоспитывать свое тело. Именно этого не знает большинство людей, даже в церкви. Это стоит знать. Да. Ведь то, что может предложить дух, будет работать через душу. То, что предлагает душа, будет работать через физическое тело. И тогда мы видим результат в этом физическом мире. И в духовной сфере я молился Господу, чтобы Он дал мне способ проиллюстрировать это. Сам я так и не мог усовершенствовать это. Но это сделал Иисус. Он использовал естественные физические вещи, чтобы описать духовный мир. В физическом теле есть физические органы, и они работают вместе, исполняя определенные функции. Необходимые функции, чтобы тело оставалось живым. Например, мне не нужно думать, чтобы дышать. Да. Точно так же, как я использую физическую пищу для питания своего тела, и мои органы в моем теле выделяют необходимые вещества, чтобы усвоить эту пищу и получить из нее питание и прочее. Духовный человек, за неимением лучшего примера, скажем, что в духовном человеке есть духовные органы. В нем есть духовные силы. Есть сила веры, сила любви, сила радости, мира, доброты, благости, милосердия, воздержания. Если сложить все вместе, их называют плодами Духа, потому что Дух производит их. Они растут и появляются из Духа. Когда вы родились выше, вера Божья была вложена в ваш Дух. Праведность Божья была вложена в ваш Дух. Любовь Божья излилась в ваши сердца Духом Святым. Разве Писание не говорит об этом? И все эти вещи. Древнее прошло. Теперь все новое. И все от Бога. В духовном человеке есть духовные органы, но им нужна пища, их нужно питать. Придет такое время, Их нужно подпитывать. Когда разуму, воле и эмоциям придется принять решение выбирать правильную пищу. Правильную пищу. Да. Да. Аминь. Да. Независимо от того, что это ваш Дух, ваше тело, решение, которое вы принимаете в жизни, все эти решения проигрываются в разуме. И то, какое решение вы принимаете, или покалечит ваше тело и ваш Дух, или будет питать ваше тело и питать ваш Дух. Итак, этот человек приходит в церковь, и он раздражен. Он в плохом настроении, он голоден. Да. Он не питал свой Дух. И в результате того, что он не питал его, это влияет на его эмоции и поведение и даже на его физическое тело. Даже когда вы не едите физически, вы можете почувствовать это в своем физическом теле. Когда вы не питаете свой Дух, вы точно так же в результате почувствуете это в своем физическом теле через свой разум, свою волю и свои эмоции. Ваша вера ослабнет все плоды Духа в нём. ослабнет. И что произойдёт? Ваша плоть начнёт доминировать. И когда это происходит, сатана получает доступ к вам. Да. И выход — это слово. Знаете, у людей своя система верования. И ты только что описал это, что религия научила их. Ну нет, всё это отдельно. Я люблю Бога, я люблю людей своим сердцем. Но с моей головой не всё в порядке. Я не люблю их своей головой. Я люблю их своим сердцем. Мне кажется, что я никак не могу выпутаться из этого. Да. Да. И очень часто мы говорим о том, что жизнь сделала с нами, не осознавая, что жизнь исходила из нас. То, что вышло изнутри, стало жизнью, а не жизнь, что-то сделала с нами. Иисус сказал кое-что, когда говорил о любви Божьей. Совместим это с тем, что ты только что прочитал из 22 главы Евангелия от Матфея. Я верю, что это связано, соединено, скреплено вместе. И когда мы делаем то, что должны, одна сфера будет влиять на остальные сферы. Помнишь, апостол Павел молился и сказал, «Бог да освятит вас во всей полноте». Во всей полноте. Целиком. Дух, душу и тело. Дух, душу и тело. И дальше он продолжил. И Христос Иисус сделает это. Он верен. Он верен сделать это. Да. В Матфея 22, 37 Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это значит, если я собираюсь любить Его всем своим сердцем, мне придется любить Его всем своим разумом. Я не смогу любить Его всем своим сердцем, не любя Его всем своим разумом, не любя Его всей своей волей и своей душой, своими эмоциями и остальным. Мне придется, знаете, в расширенном переводе Библии апостол Павел назвал это «святыми эмоциями». Да, святые эмоции. Эмоции, которые согласованы с волей и Словом Божьим. Здесь невозможно увидеть разделение. Я люблю Бога всем, что у меня есть. «Если мой ум не в порядке, в результате это перейдет или перельется на мой дух и будет влиять на меня в моем духе». Это заразит ваше сердце. Всё заразит. И плоды. И всё, что работает внутри. Нам нужно рассмотреть кое-что. Потому что в английской Библии, в 23 главе книги притчей, также сказано, «Как человек думает в сердце своём». И это интересно. Он думает. Но далее написано, что он думает в своём сердце. «Таков и Он, Его настоящий дух». Так что это всё объединяет. Давайте сегодня рассмотрим, насколько важно то, что входит в вас, что входит в нас через наши глаза и наши уши, что исходит из наших уст, влияет на наши души, что это делает с нашим духом, что мы получаем из нашего духа. Потому что в конечном результате общая сумма будет влиять на нашу жизнь из-за того, что мы делаем или того, что мы не делаем. Да. Итак, Евангелие от Матфея 12, 35 стихе. Он говорит, «Добрый человек из доброго сокровища сердце выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». То есть, если я ем плохой яблочный пирог, именно поэтому у него плохой вкус, ингредиенты плохие. За результаты отвечают плохие ингредиенты. И ты тоже получишь плохие результаты. Да. Это будет плохо влиять на твое тело. Начнется цепная реакция, и ты не сможешь обвинить в этом кого-то другого, потому что ты сам съел его. Да. И дальше он продолжает. «Добрый человек из доброго сокровища сердца». Итак, что в моем сердце? Прежде всего, мне нужно также спросить, что в моем разуме? Ведь то, что в моем разуме, в конце концов, очутится в моем сердце. Именно поэтому Библия говорит «стеричь свое сердце», потому что из него источники или силы жизни. «Силы жизни». Они исходят из вашего сердца. И жизнь человека — это результат того, что в его сердце. Итак, если я усвою это, мне придется быть хорошим хранителем моего сердца, и мне придется исполнять это, понимая, что это очень серьезно. То, что я пускаю, это серьезно. Это не религия, это уже не игра. Сейчас, через врата моих глаз, я буду пускать что-то в мое сердце. Сейчас, через врата моих ушей, я буду пускать что-то в мое сердце. И через мои уста я разрешаю чему-то проникать в мое сердце. И когда я поступаю согласно этому, когда я переполняюсь этим, когда вместимое достигает определенного уровня, я начинаю делать что-то. Это результат того, что я посадил себя. Это мой сад. Это мой сад. У меня есть власть в этом саду производить определенные вещи в моей жизни. Но если мы неосторожны, сатана будет доминировать в этом саду через негативные вещи, входящие через мои глаза, мои уши. Он будет доминировать в этом саду, чтобы произрастить из меня что-то из его семени, а не из семени Слова Божьего. Этого должно быть достаточно, чтобы, по крайней мере, сказать людям, «Мне нужно исправить мой ум». Потому что мой ум инфицирован светским образом мышления, разными ток-шоу. Посмотрите на все те вещи, которые атакуют ваш ум. Вы хотите прийти в церковь в воскресенье на 40 минут, а все остальное время пребывать под влиянием этих противоречий. Противоречия. Пять или шесть часов в день. Противоречия. Противоречия. Иисус претерпел противоречия. Это противоречия, которые постоянно выходят против Слова Божьего. Как же вы узнаете противоречия, если не знаете Слова Божьего? Как вы узнаете, что принимаете противоречия, когда вы не выделяете время, чтобы погрузиться в Слово Божье? Узнать, что Слово Божье говорит, чтобы противостоять и бороться с этими противоречиями. Знаешь, с другой стороны, я сижу здесь и думаю о двух разных людях. Одного из них ты знаешь очень хорошо. Оба проповедники Евангелия. Одна молодая женщина была в психиатрической клинике, и врачи сказали, что она безнадежна. Она охватилась там за Слово Божье и полностью обновила свое мышление. Вышла из больницы, достигнув большого интеллектуального прогресса. И скажу вам, смогла пережить свободу и не оставаться в том месте. А другой проповедник, о котором я думаю это наш с тобой хороший друг, он был... Послушайте, на нем поставили крест. Знаете, он был в психиатрической больнице и был просто разрушен. И вот он обратился к Слову Божьему, и Слово Божье буквально обновило и восстановило его мыслительные способности. Он вышел из больницы и начал возрастать в исключительно интеллектуального мужа Божьего. очень умного и интеллектуального человека Божьего. Да. Знаешь, ты использовал это слово интеллект. Это было удивительно. Нет ничего. И, кстати, я считаю, пришло время для нас стать интеллектуалами согласно Слову Божьему, а не согласно этому миру. Да, потому что некоторые люди образованы свыше то есть они знают больше, чем могут понять. Да. И благодаря погружению в Слово Божье, разрешая этому слову помочь нам стать духовными или духовно-интеллектуальными, то есть это значит, мы знаем, что делать, когда болезнь атакует наше тело. Мы знаем, что делать, когда болезнь приходит. Мы знаем, что делать, когда есть недостаток. Дело в том, что мы не обновляли наш ум и играли в религиозные игры. И мы по-настоящему не знаем, как реагировать на проблемы, возникающие в нашей жизни из-за того, что недостаточно обновили наш ум, Словом Божьим, чтобы стать духовными интеллектуалами. Нет ничего плохого в том, чтобы стать духовными интеллектуалами, когда вы знаете, что делать, благодаря обучению и времени, проведённому условия. И вы знаете, как благодаря духовному интеллекту реагировать на проблему, и как реагировать на атаку. Я помню, когда мы с тобой разговаривали по телефону. Я точно знал, что ты собираешься сделать. Хорошо, давай возьмём наши Библии, давай объединим наше оружие. Мы используем вот это местописание, которое говорит «так», и мы обратимся туда и используем вот то местописание, и мы используем вот это. И после этого мы начали применять Писание. Ты сказал, вот на чём мы будем стоять, пока проходим через всю эту ситуацию. Я скажу тебе, мы проходили через ситуацию, и мы получали то, на чём стояли. Мы стояли на этих местописания, и они исполнились. Чем они были? Это был мой якорь. И когда на меня приходило давление, у меня было то, что смогло удержать меня в равновесии посреди этой атаки. Если у вас нет якоря для вашей души, вот чем является завет. Вот для чего был предназначен завет Авраама, для тех из нас, кто во Христе Иисусе. Это якорь для наших душ. Знаешь, Крифло, Бог провозгласил свои обетования Аврааму. Ему не обязательно было делать это в крови. Да, да, да. В крови этих животных, чтобы они исполнились. Потому что Бог не может лгать. Но Он сделал этот завет кровным для того, чтобы этот кровный завет был якорем для души человека. Писание говорит об этом в послании к евреям. Это был якорь, чтобы Авраам не помышлял о своём уже омертвевшем теле, или об омертвевшей утробе своей жены. Не только потому, что она уже пожилая. Её утроба никогда не была живой, она была бесплодной. Авраам не помышлял об этих вещах, но помышлял только о том, что пообещал Бог. И он сделал это потому, что тот завет был кровным, в крови. Но послушайте, у нас сейчас завет в крови Иисуса. Насколько больше это должно стать якорем для нашей души? Боже мой, вот что я использовал, когда мы строили нашу церковь в Атланте. Мне пришлось держаться за Слово Божье, которое Он дал нам Стефи. О, я тоже помню это. Да. Потому что ты построил это здание без долгов. Помнишь тот вечер? Недалеко оттуда у тебя были тренировочные полёты, и ты заехал в церковь. Мне кажется, там как раз положили ковёр на пол, и мы стояли на балконе. Это был вздох облегчения. Ты говорил, да посмотри на это, посмотри на эту веру, посмотри на эту церковь. Я ответил, да, но мне пришлось держаться за Слово Божье, чтобы оставаться непоколебимым. И происходили разные вещи, но они не могли поколебать меня, благодаря тому, с чем я начал. Они пытались склонить тебя к компромиссу. Самая большая проблема — это заставить тебя принять меньше, чем то, что Бог обеспечил для тебя. Именно в этом состоит компромисс. Именно в этом. Если вы идёте на компромисс, чтобы сохранить что-то, скорее всего, вы это потеряете. Да, и очень важно, чтобы мы понимали, какую жизненно важную роль играет в этом Слово Божье, когда мы обновляем наш ум как якорь. Вы по-настоящему оцените это, когда начнёт дуть ветер. Но вас не будет носить в разные стороны, потому что вы бросили свой якорь в Слове Божьем. И ваши эмоции захотят. Но нет, вы не позволите им, потому что вы бросили якорь в Слове Божьем. И оно способно вернуть ваш разум, вашу волю и эмоции к тому, что говорит Слово Божье. Я думаю, именно поэтому я так страстно проповедую это сейчас. Ведь я знаю, если человек будет ежедневно обновлять свой ум, он изменится. Он не останется таким, каким был до того. То же самое произошло со мной, когда я приехал на конференцию верующих на шесть дней. Я приехал на свою первую конференцию в долгах. Мы только что поженились, жили в маленькой квартирке. Я был на конференции шесть дней. Я не пропустил ни одной проповеди. Я уехал оттуда, и мой ум был надёжно закреплён в том, что я слышал. Я освободился от долгов. Мы выехали из этой квартирки, и я был очень близок к банкротству. Но я больше не был банкротом. И якорь выполнил свою функцию. Да. Когда я начал применять то, что узнал из Слова Божьего. Знаешь, что ещё делает якорь? Он производит надежду. Да. Я надёжно закреплён. С другой стороны, этот шторм попытается разнести меня в щепки, повредить все корабли, стоящие в гавани. Но мой корабль стоит надёжно на якоре. Да. Весь этот шторм не сделает ничего мне. Просто будет дуть ветер. А я буду стоять на месте. И тысячи с одной стороны, десять тысяч с другой, но ко мне не приблизится, потому что меня надёжно держит мой якорь. Да. У всех бедствий есть срок окончания годности. Но вы должны убедиться, что у вас есть якорь, который держит вас на месте. И вас не сдует до того, как это время придёт. В христианских кругах когда-то говорили так. Беда не длится вечно. И я верю, что для большинства людей близок срок окончания бедствий. Иногда вам просто нужно обратиться к Слову Божьему и держаться за него. И всё скоро закончится, и вы с радостью увидите, что вы на той высшей стороне, а не в страданиях. Очень часто люди не побеждают, потому что сдаются. Но Бог всегда даёт нам торжествовать. И сатана приложит к этому все свои усилия, потому что если вы сдадитесь, тогда вы для него больше не проблема. Но то, как я думаю, то, как я обновлял свой разум, будет определять, как я пройдущий из этого. И, наверное, когда у вас будет немного больше времени, нам нужно будет поговорить о разнице между обновлением ума и обновлением Духа ума. Когда мы начинаем понимать, что... Мы имеем тот же Дух веры. Да. Мы должны разобрать это. И вы поймёте, почему этому необходимо учиться. Ведь если вы не влияете на Дух вашего ума, где вы можете начать делать что-то, не осознавая этого, тогда это может быть той сферой, которая помешает необходимым для вас изменениям. И что Бог дал нам? Дух силы. Да. Дух любви. Целомудрие. Целомудрие. Здравого ума. Здравого ума. Не Духа страха. Да. Он сказал, что Он не дал нам Духа страха, боязни. Поэтому я не принимаю Дух страха. Бог не даёт его, и я не принимаю его. Но мой ум должен быть здравым. Мой ум должен быть лишён страха перед тем, что приходит на землю. Его нужно обновить. Если бы твой ум не был обновлён в вопросе страха, представьте себе количество жизней, которые были бы разрушены из-за того, что они не изменили своё мышление в вопросе страха. И большинство людей, даже христиане, считают, что страх — это естественно. Это неестественно. Неестественно. Если бы это было естественно, это означает, что Бог дал нам я. И разум, наполненный страхом, поверит в людей. Мы ещё вернёмся через минуту. Минь. Крефло, когда ты вчера говорил о Духе, Душе и Теле, о мыслях, сердце, у меня в разуме постоянно прокручивалось это местописание из 4 главы послания к евреям. Кстати, это началось ещё позавчера. Оно постоянно возвращалось. «Ибо Слово Божье» — это послание к евреям 4.12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает». Здесь он говорит о способности Слова разделять весь этот беспорядок, все эти проблемы, как что-то выглядит, как что-то кажется, мучения и суматоху. И Слово Божье настолько острое, когда кажется, что против меня стоит нерушимая стена. Слово Божье просто прорежет путь сквозь неё к самому сердцу проблемы и вызовет веру там, где не было никакой веры, и надежду, где не было никакой надежды. «Хвала Богу!» И так далее. Оно проникает до разделения души, которая состоит из разума, воли и эмоций, и духа, который состоит из любви, радости, мира, благости, милосердия, кротости, воздержания. Всех подов духа, врождённом свыше духи человека. До разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. И эта мысль возникла, когда ты говорил о том, что нет никакого преобразования без обновления ума. Вы будете сообразовываться с миром. Не имеет значения, что вы рождены свыше. Ты говорил о душе, о том, что разум — это звено между плотью и этим внешним миром и духовным человеком. Если это звено не сильное, оно поддастся чему-то. Поэтому мысли нашего разума очень важны. И посмотрите сюда. Посмотрите. Если мысли неправильные, тогда намерение сердца, ваше намерение, неправильное. А для Бога мотив — это ключевой фактор. Мы оба можем говорить одинаковые слова, выглядеть одинаково. Ну, например, у тебя одно сердце, а у меня другое сердце. В твоем сердце и разуме ты верил Богу о достатке, чтобы помогать другим, а я, например, верил Богу о достатке, потому что хотел иметь больше. И мы выглядим одинаково, разговариваем одинаково, но намерения сердца могут отличаться, могут быть разными. Намерения сердца. Итак, во-первых, приходят мысли. Мысли являются первоначальными. Вот что определяет. Именно мысли о Слове Божьем определяют намерение сердца. И давайте рассмотрим, откуда приходят мысли. Как они проникают в разум человека. Бог дал нам Своё Слово. Бог планировал, чтобы Его Слова были ответственны за порождение этих мыслей в нашем разуме. Его Слово — это Его мысли. Божьи мысли, верно? Да. И эти слова производят ваш образ мышления. Если вы хотите изменить намерение своего сердца, вам нужно изменить ваш образ мышления. Если вы изменяете образ мышления, вам придётся изменить слова, которые производят на вас влияние. Слова, которые вы слышите, или слова, которые вы говорите. Но в конце дня эти мысли приходят из семян Слова. Слова порождают эти мысли. Ваш образ мышления происходит из этих слов. И вот вопрос. К чьим словам вы прислушиваетесь? Одна из причин, по которой Бог сказал Аврааму, «Выйди от семьи своей и иди в то место, которое я покажу тебе, потому что…» «Уходи оттуда». «Выйди от тех, кто формирует твой образ мышления». Вот что он говорил. Да, да. «И иди в то место, потому что есть вещи, которые я хочу, чтобы ты сделал. Я не могу их сделать, пока ты в этой палатке. Ты ограничен. Я хочу, чтобы каждый раз, когда ты поднимаешь голову, ты видел звёзды, а пока ты здесь, ты смотришь на крышу палатки». Твой образ мыслей определяет халдейское мышление, а я пытаюсь сделать что-то выдающее из своей жизни. А ты прислушиваешься к тому, что говорит мама и остальные родственники. Да. Да, конечно. Первое, что он сделал, это отдалился от этого старого образа мышления. И для этого вам придётся отдалиться от этих слов, этих идей и этих представлений. Слова, идеи и представления определяют наше мышление. Посмотрите на интернет, на компьютеры, на детей, как они попадают под влияние веб-сайтов, разных сайтов в интернете. Они могут попасть под влияние хороших вещей, и они могут попасть под влияние плохих вещей. И я всегда говорю, что интернет — это то место, где нужно проявлять творческий и критический подход. Да. Но вы, родители, должны понимать, что интернет — это то место, где будут слова, где будут представления и где будут идеи. То же самое и с телевидением. Слова, образы и идеи. И если вы позволите этому входить, и это будут неправильные слова, представления и идеи, вы формируете образ мышления. И этот образ мышления будет определять двигатель или намерение сердца человека. И вы, как родители, после этого сядете и скажете, «Откуда это пришло?» Вы знаете, это откуда-то должно было прийти. И оно не появилось просто так. Это не произошло просто так. Это должно было откуда-то прийти. Должно было откуда-то прийти. И что мы можем сделать? Даже в нашей жизни это судить себя. Вам не нравится то, что вы видите? Вернитесь чуть-чуть назад. Вот намерение моего сердца. Вы можете быть честными с собой и Богом. Вот как я думал об этом. Вот откуда это пришло. Я возьму всё это и наложу на Слово Божие. И тогда мне нужно привести свой образ мышления в согласие с этим Словом. Это изменит намерение вашего сердца, и это изменит вашу жизнь. Ты когда-нибудь замечал, и я знаю, что ты замечал, потому что мы говорили с тобой об этом. Но особенно, когда ты в служении, как мы с тобой, ты видишь разные вещи. Я замечал это на протяжении многих лет. Если с кем-то в детстве жестоко обращались, например, родители или кто-то другой, особенно если отец напивался, убил жену, детей, всех. И когда ребенок вырастает в такой среде, он ужасно страдает от этого влияния. Можно бы предположить, что это будет последнее, что этот ребенок сделает в своей жизни. Но вы замечаете, вот он становится старше, и он думает о своем плохом родителе, он думает об этой плохой ситуации, думает об этом постоянно, и в конце концов это перенесет в него те же намерения. Да. И такое впечатление, что он не может ничего поделать. То есть это возымело действие. Верно? Это сформировало намерение в его сердце. Да. Даже когда он ненавидел это больше всего остального. Если вы не можете изменить его мышление, его ум, если вы не можете убрать это оттуда, отвести его мысли от этой жестокости, все кончится тем, что он будет жестоким с другими. Но Матфей говорит кое-что. Евангелие от Матфея 12.33 говорится. Признайте дерево хорошим или признайте дерево плохим. Иначе говоря, вы можете изменить это. Да, можете. Вы не застряли. Вы не намели. Признайте это дерево, иначе говоря, от вашего решения зависит, каким должен быть плод. Вы можете измениться. Я использую такой пример. Помните дрессировщиков, на которых нападали их животные? Они забывали о том, что лев остается львом по своей природе. Он будет делать определенные вещи, потому что он лев. вы можете благодаря дрессуре заставить его делать определенные вещи. Он будет делать их по привычке. Но в конце дня он все-таки останется львом. Да. Он останется львом. И теперь вы удивляетесь, почему это вдруг, когда вы легли спать с этим львом, он откусил половину вашей ноги. Да потому что он проголодался среди ночи. И проявилась его львиная природа. «Конечно, мы не обезьяны, не львы, не собаки. У нас есть дуб, у нас есть душа. Мы можем изменить наше сердце. У нас есть сердце. Мы можем изменить намерение нашего сердца, позволяя Слову Божьему обновлять наш ум, различать мысли и намерения нашего сердца. Мы не должны оставаться такими, какими мы были. Позвольте дереву быть добрым или позвольте ему быть плохим. Вы позволяете это. Как написано в Библии, «Позаботьтесь о том, чтобы вы не беспокоились». Вы позаботьтесь об этом. Вам придется выбирать, верно? Вы позаботьтесь о том, чтобы не беспокоиться. Я дал вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Итак, выберите жизнь. И на протяжении всей недели мы ходили вокруг этого. Это очень важный момент. Я помню, как в 1990 году у тебя была серия проповеди о чести и почитании. И ты сказал, что, между прочим, Бог не просил вас подставлять другую щеку, потому что вам хочется или не хочется этого. Но если вы почитаете Бога, вы будете делать то, что Он говорит вам. Вы просто будете послушны Ему. Вы будете исполнять то, что Он говорит, и это почитание. Когда мы берем Слово Божье и обновляем ваш ум Словом Божьим, это почетный поступок. И мы делаем это, потому что так сказал Бог. В отличие от «Ну, я не понимаю, зачем нужно изменять моё мышление только потому, что этот человек сказал так. А в газетах сказано вот так. Ну, а в правительстве сказали ещё вот так. Нет, нет, нет». Именно бесчестие ставит человека в такое положение, когда что-то не работает в его жизни, потому что в большинстве мы не разобрались с этим. Когда вы пренебрегаете Его Словом, вы будете посрамлены. Или оно не будет работать. Или вот ещё одно Слово, которое людям не нравится слышать. Оно будет как проклятие над вами. Хотя вы были освобождены от проклятия и искуплены, чтобы быть благословенными, пренебрежение Словом Божьим приводит вас в то положение, в котором Бог не хочет вас видеть. Именно об этом сказал пророк Иеремия «Духом Святым» в 17 главе. Он сказал «Проклят тот человек, который полагается на плоть, полагается на людей, сердце его отдаляется от Господа, и у него нет никакой надежды». То есть он не считает правильным доверять Богу. «Я не могу этого сделать. Мне придётся доверять правительству, мне придётся доверять этому, этому или этому. Это кажется ему правильным, но это убьёт его». Чтобы быть способными обновлять свой ум этим словом, нужно что-то большее, чем вы должны прийти к выводу. Да, вы должны признать, «Это Божье Слово, и я доверяю Ему. Когда я доверяю чему-то, я буду непоколебим. Вы не сможете поколебать меня, потому что я как скала. Меня не поколебать, потому что я доверяю этому. И нужно, чтобы человек пришёл к необходимости признать. Это не работает. Это не работает ни в моих финансах, ни в моём браке, ни в моей семье. Поэтому я буду доверять Божьему Слову. Я буду обновлять свой ум. Хорошо? Вот что я собираюсь сделать. Я собираюсь убедиться, что я позволяю этому слову весить больше, чем обстоятельства и ситуации вокруг меня. Я собираюсь убедиться, что это слово имеет вес в моей жизни. Я почитаю его. Когда я почитаю это слово, когда я принимаю решение, что это слово навеки будет моим окончательным авторитетом, оно будет иметь вес, это называется почитанием. Когда я поступаю так и обновляю свой ум, потому что я позволяю слову иметь вес, моя жизнь не останется такой, как прежде. И, Крифло, всё так быстро изменится. Это так быстро изменится, что вы удивитесь. Да. Я учил об этом в прошлое воскресенье. Господь очень и очень серьёзно поговорил со мной по поводу десятин и пожертвований. Они должны основываться на почитании, потому что мы просто бросали деньги в корзину. И ты обратил внимание, что мы не делали это с почитанием. Если вы не понимаете, что такое почитание, вы будете пренебрегать Божьим Словом настолько, что не захотите обновлять им свой ум. потому что будете играть в эти игры. Соглашаетесь вы с ним или нет. И так и не придёте к тому, чтобы признать, «Я почитаю Божье Слово». Оно — окончательный авторитет. Все споры на этом прекращаются, поэтому я позволяю ему управлять тем, как я думаю обо всём. Я не буду пытаться изменить это слово. Я буду позволять этому слову изменять то, как я думаю. Если посмотреть сейчас на разные церкви, в них нет почитания. Божье Слово не имеет достаточного веса для людей, чтобы они могли сказать, «Позвольте мне поразмышлять, прежде чем принять решение, позвольте мне подумать, прежде чем я сделаю это, прежде чем я приму в этом участие. Дайте мне подумать, прежде чем я решу, как я скажу это». Когда я позволяю Слову Божьему быть более важным, чем другие точки зрения или даже мои собственные проблемы, Его Слово более важно, чем мои проблемы. Хорошо. Дальше. Когда Слово Божье имеет больший вес, чем мои проблемы, знаете, что я буду делать? Я буду приносить десяти, но даже если мне звонят и угрожают отключить свет. Почему? Его Слово имеет больший вес, чем моя проблема. Когда я поступаю так, когда я понимаю, что если я проявляю почитание, Бог будет почитать меня, и я готовлю себя к этому, разрешая этому Слову иметь вес в моей жизни, и я исполняю его. Если сложить всё вместе, смотрите, в чём сила молитвы? Если я почитаю Божье Слово и исполняю его, тогда, когда я молюсь, Бог будет почитать мои Слова и исполнять их. А люди всё ещё думают, «Почему же я не получаю никаких результатов? Что ж, я не разрешаю Слову войти сюда и разрезать это, и дать мне ответы на вопросы, с которыми я борюсь весь год. Вы не должны пребывать в унынии вместе со всеми во время голода. Бог говорит, что Он насытит вас во время голода». Знаешь, Крефла, много лет тому назад я попал в одну ситуацию, и мне пришлось взять несколько дней отпуска, чтобы помолиться. Это была финансовая проблема. Это была не маленькая проблема. Проблема на один миллион долларов. И вот я взял несколько дней, чтобы помолиться, искать Господа в посте и молитве, верить об одном миллионе долларов, который был мне нужен, и исправить эту проблему. И через два с половиной дня ко мне пришло слово от Господа, и Бог сказал, «Тебе нужен не миллион долларов». А я думал об этом слове, которое разделяет и проникает, и устремляется к настоящему корню проблемы. Брат Робертс однажды мне сказал, Орл Робертс, «Кеннет, всегда есть главный вопрос, которого ты не увидишь, пока не будешь смотреть на это в вере. Это как маленькие китайские головоломки. Находишь одну маленькую деталь, и ты головоломки, и вся картина складывается. Бог сказал мне, «Тебе нужен не миллион долларов». Я встал и громко сказал, «Ты шутишь?» А потом сказал, «О, и Бог сказал, у тебя есть духовная проблема в служении, и если ты ее не исправишь, я мог бы дать тебе миллион долларов, но не прошло бы много времени, как ты опять бы оказался в точно такой же ситуации, как и сейчас, потому что проблема, которая вызвала эту ситуацию, остается. И вот что случается с людьми и правительствами, которые пытаются решить проблемы. Они продолжают создавать те же самые проблемы, потому что они знают, в чем главный вопрос, в чем корень. И так говоря, о помышлениях и намерениях сердечных. Слово Божье, оно разрезает их и освещает светом, освещает светом то, что происходит на самом деле. И Бог сказал мне, «В чем тогда была проблема?» «В чем был корень?» А я не прислушался к нему несколько лет назад и не сделал того, что он сказал сделать тогда. И вот я исправил это. И вот миллион долларов больше не было проблемой. Проблема-то была в ситуации, в корне, о которой он меня предупреждал, а я не отнесся к этому с должным почитанием. И не разобрался с этим. И как следовало, я позволил этой проблеме расти несколько лет. Она начала создавать недостаток вокруг меня. Вот чему я научился о тебе. Нам нужно было исполнить одну работу. Я помню, когда ты сказал это. Меня поразило, как будто бы Бог проговорил прямо ко мне. Ты сказал, «Не ищи путей привлечения денег, ищи пути распространять Слово». И я осознал, я остановился. Я был уставший. Я остановил машину. И я думал, «Я не делаю этого. Я устал. Пусть это сделает кто-то другой». О, да, я понимаю. Я тоже прошел через такое состояние. Я понимаю, это даже лучше, чем ты думаешь. Но когда мы... Но когда мы начали собирать команду и молиться о разных путях распространения Слова, мне не нужно было убивать себя, чтобы узнать, чтобы прислушаться к Богу, чтобы распространять Его Слово, не нужно. Деньги пришли, когда мы узнали, какими путями Бог указал нам распространять Его Слово. Что ж, твоих плотских усилий было недостаточно. Да. И ты лишь пытался увеличить свои усилия, чтобы увеличить доход, но так ничего не получилось, потому что это будет уменьшать твою продуктивность, когда ты уклоняешься от благодати и Божьего знания того, что Он позаботится о тебе. Он позаботится об этом. Все, что мне нужно, это распространять Слово Божье. Когда ты уклоняешься от этого, твои усилия становятся просто ничтожными. Да, но что если бы у меня не было этого слова для обновления моего ума, для изменения намерений моего сердца? Для изменения намерений моего сердца. И в этом все дело. Да, я вижу это. Намерения изменились с я планирую добыть денег, на моё намерение распространять Слово Божье. Да, верно. Это открыло дверь для того, чтобы Бог принял с ней. Но если бы у меня не было этого слова для обновления моего ума, вот что поразило меня, когда я осознал это. Мне нужно было проповедовать об этом снова, потому что люди-то не изменились. Я сказал, минутку, мне нужно научить их, как обновлять их ум. Они слушают всё это, но они не слушают с точки зрения обновления своего ума. И когда вы слышите, что я проповедую из кафедры, вы должны проверить, что вы думаете. Вы должны заменить неправильный образ мышления словом, которое вы слышите с кафедры, и поддерживать этот процесс, если вы планируете какие-то изменения. Не произойдёт никаких изменений только потому, что вы услышали что-то от меня или потому, что вы записали что-то, но не заменили неправильную мысль в своём уме информации, которая только что прозвучала для вас. Вот что делают многие. Они приходят в церковь, вы проповедуете чудесную проповедь о благословении, но они совсем не выделяют время, прежде всего, чтобы рассудить. Как я думаю о благословении сейчас, и готов ли я заменить то, что я имею, на то, что я услышал? И начинайте этот процесс обновления своего ума. Если бы я не слышал это от тебя, если бы я не судил своё мышление об определённых вещах, если бы я не обновлял свой ум в определённой сфере, не изменял свои мысли, не изменял намерения своего сердца, я бы никогда не вышел из этой ситуации. Тебе пришлось открыть себя к этому. Для этого, верно? Да. Да, я понимаю. Наше время подошло к концу. Мы вернёмся через минуту. Пятница всегда является днём пожертвований на передачи «Победоносный голос верующего». Господь сказал мне это много лет тому назад. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты каждую пятницу принимал пожертвования». Ты даёшь людям возможность сеять в пользу того, что они услышали. И когда вы это делаете, вы высвобождаете в себе силу самого Духа Божьего в отношении того, что вы услышали. И во время этого перерыва Господь очень сильно побудил меня, Крефло, чтобы ты принял это пожертвование сегодня и помолился и благословил людей и их финансы. Хорошо. Я думаю о Давиде, когда он по любви приобрёл столько всего для Дома Божьего. В книге Псалмов говорится о том, что Бог даст такое преуспевание тем, кто любит Его. И я верю, что мы должны давать, исходя из нашей любви к Богу, что Бог сделал для вас. О, да. Как Бог благословил вас. Вы достигли большего успеха, чем раньше. Да, да. Помните, что сделал Бог. И пусть это будет вашей отличительной чертой. Пусть это станет для вас радостью давать Царство Божье. Пусть это станет радостью давать служение, которое поддерживает Божью работу. И когда вы делаете это, исходя из любви, я убеждён, что Бог начнёт, потому что Он сказал, «Я отказываюсь обходиться без радостного даятеля, который даёт от всего сердца. И я верю, что вы даёте от всего сердца. Нет будущего для семени, которое сеется без любви и привязанности и благодарности Богу». Итак, Отец, я молюсь за тех, кто даёт согласно любви, которую они имеют к Царству Божьему. Я благодарю Тебя, Господь, что они будут делать это с радостью, они будут делать это с благодарностью, и они будут давать от всего сердца. И, Отец, я благодарю Тебя за разные прорывы, которые придут, потому что люди наконец-то дают с большим наслаждением. И, Господь, мы прославляем Тебя за это, и мы почитаем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы смотрите нашу передачу за пределами Соединенных Штатов, ваши пожертвования не пересылаются сюда, в центральный офис. Они остаются в вашем регионе, там, где вы смотрите эту передачу, там, где вы принимаете это служение. Они остаются там, чтобы продолжать служить вам в вашем регионе. И мы молимся за вашу финансовую свободу и за ваше исцеление и за проявление силы Божьей в вашей жизни. Аминь. Ухватитесь за этого имя Иисуса. Будьте части у хорошей церкви. До встречи на следующей неделе. Если вы хотите заказать наши книги, а также получить дополнительную информацию о нашем служении, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. А также посетите наш сайт в интернете. Послушайте, пусть у вас будут самые лучшие выходные в вашей жизни. И помните, что Иисус Господь.